Субтитры делал DimaTorzok Симоньян с ее мужем Тиграном Странно, что в этот список Тёма Шенин С Первого канала не попал Но главное, что ФСБ или уж кто там Прокуратура сработали Взяли убийц Заговорщиков их в логове Нашли там террористическую литературу Чуть ли не гитлеровские портреты Почему-то, правда, какую-то еще компьютерную игру Стрелялку В общем, взяли за задницу злодеев Которые хотели уничтожить золотой фонд Российской прессы И вообще российской правды И по делам Я говоря по делам, имея в виду, конечно, что Злодеи, террористы понесут Заслуженную, конечно, кару О том, что это идиотизм Придумать такой глупости Я даже говорить не буду Представим себе людей, которые готовятся убить сразу Несколько знаменитых россиян И сидят у себя на явочной квартире Обложившись компрометирующими материалами И всем остальным, включая какой-то Ручной гранатомет или какая-то еще железка Такого типа Это все, ребята, сделано и придумано чрезвычайно пошло и банально Плохо только то, что огромная часть народа нашего в эту всю херню верит И вот на фоне этой радости по поводу поимки террористов Марго Симонян публикует только что в интернете пост Где пишет почти буквально У Гитлера был личный враг Диктор советского радио Юрий Левитан Которого Гитлер хотел лично уничтожить Мы в хорошей компании На что тут же Марго прилетел чей-то умный комент То есть вы тоже хотите убить Левитана? Спросили ее Насчет личного врага Гитлера Левитана Левитан, как еврей, был таким же врагом Гитлера Как все остальные граждане еврейской национальности Если бы, не дай бог, он попал в лапы фашистов Конечно, его конец был бы трагическим А так у любой спецслужбы, любой воюющей страны Всегда есть специальные списки особо разыскиваемых людей В них Левитан мог быть Точно так же, как такие списки были и у советских спецслужб Например, у СМЕРШа во время войны Вот просто кратенько Когда Финляндия в 44-м году вышла из состояния войны с Советским Союзом То у Советов там короткое время было мощное влияние И коммунисты были приведены к власти В правительстве были министры коммунисты и так далее Которые опирались на советские штыки Так вот, Советы выкатили финнам список Из 20 разыскиваемых как бы врагов Советского Союза В этом списке не было Маннергейма Главнокомандующего финской армии Там были 20 русских эмигрантов Которые по разным причинам в свое время уехали или бежали из России Вот за ними охотились советские спецслужбы Они были врагами И, кстати говоря, финны большинство из них выдали Скрыться сумели только двое Но это другая история Я про Левитана Юрий Левитан, молодой человек 25 с небольшим лет Был действительно бешено популярен в Советском Союзе В годы войны по двум причинам Во-первых, он каждый день читал в сводке Так называемое Советского информбюро О положении на фронтах Во-вторых, не было ни телевидения Ни интернетов Никаких других медиа Только радио И главный голос радио Разве он мог не быть главным героем Для всего многомиллионного советского народа Такие герои, дикторы радио Были во всех городах Не только в Москве Просто Левитан Это был голос страны А в каждом большом городе был свой голос Например, вот в моем родном Ленинграде До войны на радио Был диктор по фамилии Мошенберг Бас роскошный Женщины влюблялись Тысячами писали каждый месяц письма Думали, что это какой-то двухметровый Аполлон А это был маленького роста Очкастый Сутулый, с палочкой Хромоногий пожилой еврей Но голос был у него фантастический Один раз он даже случайно По утру ошибся По радио сказав Вместо Говорит Ленинград Он сказал Говорит Мошенберг Это было на краю политического преступления Пронесло Потому что город его любил А уж Левитан Это обожал не город А вся страна Я познакомился с Левитаном В 80-м году На Олимпиаде в Москве Я стоял в очереди На проход в Олимпийскую деревню Московскую Наверное, делал какой-то репортаж Молодой корреспондент И рядом со мной Смотрю, стоит Левитан Конечно, я знал, кто это такой Больше на нас никто не обращал Его никто не узнавал Скромно одетый мужичок В очочках Я представился Здрасте, я корреспондент Он оказался в разговоре Человеком очень общительным Очень простым Не понтовался никаким образом Летом было сколько мне Сейчас, по-моему, 65 или 66 Примерно так Чуть постарше И мы проговорили Всю длинную очередь Пока стояли Что я тогда Увидел и понял для себя Глубина мысли Способность Философской аналитики К серьезным Красивым сравнениям К анализу Не были сильными Качествами Господина Левитана Но голос Его завораживал Потому что он был Невероятно красивый И обаятельный И поэтому Естественно Народ Был влюблен в него Тем более Что этим голосом Левитан сообщал И об успехах на фронте А теперь По поводу покушения На журналистов Не на Заказных пропагандонов А на журналистов Настоящих Которые правду Стараются говорить Я знал одного такого человека Его звали Павел Шеремет Паша Шеремет Мы были хорошие друзья Он был белорус Родом из Минска Много лет работал В Москве И возглавлял На первом канале Если не ошибаюсь Студию спецпроектов До этого И в новостях работал Его начали выдавливать За независимую позицию Примерно на корце Медведевского срока То есть где-то Примерно В 2011 2012 Годах Просто выдавливать Откровенно В конце концов Шеремета выдавили Из первого канала По-моему Повторюсь 2011-2012 Год Что-то в этом роде И он работал В интернете Он делал сайт Белорусский партизан Где уже тогда Гвоздил Лукашенко Так как Подобает его гвоздить Плюс Начал работать В Украине И он мне рассказывал Как-то мы встречались В Москве Что он продолжает Он чувствует За собой Слежку В Белоруссии Когда он ездил Домой к матери То колеса ему проткнут То сахар Насыпят В бензобак Чтобы машина не заводилась Все время прилетали Какие-то такие значки На Украине Говорил он мне Или в Украине Это продолжается Не явно Но я чувствую Что меня пасут Говорил Шеремет Я говорю Ну перестань Ну что Ну в конце концов Тем более Ты же уже сейчас Не в России Работаешь В Украине Кончилось Дело тем Что в шестнадцатом году Шеремета взорвали Прямо в машине Которая была припаркована Возле его дома Вот это была Реальная история Слежки И подготовки Покушения Реализации покушения На человека Который говорил правду А то что сегодня Нас сообщают здесь О террористах Экстремистах Которых взяли На явочной квартире Значит С ручным гранатометом И компьютерной игрой Ребята Это довольно бездарные Плохо сыгранные Спектакли